Выдача льготной ипотеки в этом году упадет на 40%. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил председатель правления одного из крупнейших банков страны Герман Греф. Всему виной отмена льготных программ кредитования. С июля перестала действовать массовая ипотека со ставкой 8%. Теперь покупатели вынуждены ориентироваться на рыночные условия, где ставки превышают 20%. Спрос на жилье в итоге сократился в 4 раза. Если в июне, по данным Дом.РФ, банки выдали 49 тысяч кредитов на общую сумму 210 миллиардов рублей, то уже в июле 12 тысяч 400 кредитов на сумму 52 миллиарда. Резкий рост цен уже сам по себе ограничил определенный объем спроса. Такая обстановка сложилась у нас уже в 22-23 году с ограниченным спросом, но тем не менее сделки продолжались. Сделки были до тех пор действительно, пока существовали программы льготной ипотеки. По окончании этих программ у людей просто не осталось возможности финансировать покупки квартир. С этим столкнулась вся Россия, все регионы, мы не исключение. Безусловно, на сегодняшний день спрос, наверное, находится на минимальном уровне. Предложения пока на рынке присутствуют, потому что застройщики пользуются программами проектного финансирования. Соответственно, нехватку средств в стройке им покрывают банки. Соответственно, стройки не останавливаются, стройки идут. Безусловно, формируется некий задел на будущее. При этом цены на жилье, как того стоило бы ожидать, на фоне снижения спроса не падают. Вряд ли будет снижение и в будущем. Скорее всего, стоимость зафиксируется на достигнутом уровне. На сегодняшний день за ростом цен на недвижимость, конечно, произошел рост колоссальных цен на строительные материалы и услуги строительных организаций. Поэтому себестоимость строительства тоже выросла кратно. И на самом деле строителям двигаться некуда. Мы уже проходили через такие периоды неоднократно в новейшей истории России. И если судить по опыту прошлых периодов, как правило, это заканчивалось тем, что цены замерзали на какой-то период времени. Рынок вставал на полгода, год, полтора, даже два года стояли рынки у нас. Потом возобновлялась активность на рынке, но цены фиксировались как раз на той полочке, на том достигнутом уровне, на котором, собственно говоря, и замерзли. Эксперты уверены, что сегодня не то время, чтобы вкладываться в недвижимость или пытаться заработать на перепродаже квартир. На рынке сейчас доминируют только срочные продажи. Воспользоваться особыми условиями кредитования с господдержкой теперь могут только семьи с маленькими детьми, сотрудники IT-компании и сельские жители. Все остальные покупатели пока в ожидании лучших условий. В Госдуме ранее сообщили, что сейчас разрабатывают четыре новые программы льготной ипотеки. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.